С развитием цифровых технологий интерес к чтению заметно упал. Чтобы возродить любовь к этому полезному занятию, славянские библиотекари придумывают новые формы работы с читателями, какие узнали наши корреспонденты. Славянские библиотекари стараются идти в ногу со временем. Совсем недавно около городской библиотеки была установлена необычная скамейка, на которой можно не только отдохнуть, но и почитать книги. И для этого совсем не обязательно заходить в саму библиотеку. Достаточно иметь телефон с интернетом, и произведения классиков литературы будут доступны онлайн. Мы очень рады, что на открытой площадке перед городской библиотекой появилась замечательная лавочка, которая дарит радость людям, несет смысловую свою нагрузку, вдохновляет людей. К лавочке можно подойти, отсканировать QR-код и прочитать любимую книгу. Поэтому мы приглашаем всех жителей города, гостей посетить нашу библиотеку и нашу замечательную лавочку. Помимо интерактивной скамейки, славянским библиотекарям есть чем удивить своих читателей, и, что самое главное, привлечь новых. Каждую пятницу они проводят тематические мероприятия на улице Красной, и каждый прохожий может стать их участником. Одно из последних мероприятий было посвящено здоровому образу жизни. Городская библиотека решила провести акцию на тему здорового образа жизни, чтобы каждый прохожий вспомнил, что очень важно правильно питаться, вовремя ложиться спать, заниматься спортом. Но мы решили это сделать нестандартным образом. Вот, допустим, знали ли вы, что хобби – это тоже важно для здорового образа жизни? Вот, к примеру, вы можете подойти к нашей выставке и узнать, что Склифосовский был не только замечательным врачом, но еще он выводил новые сорта груш и яблок. Поэтому этот человек стал успешным. Помимо интересных книг, а также увлекательных рассказов о писателях и их персонажах, библиотекари для всех желающих в этот день провели зарядку. Помогали им члены клуба «Импульс», который является волонтерами культуры. Сами ребята – все читающие и приглашают всех присоединиться к ним. Каждую пятницу мы придумываем новые праздники, чтобы люди не забывали историю. Я считаю, что читать – это нужно. Это очень важно для нашего развития и для времени, в котором мы сейчас живем. Знать свою историю, знать историю своей страны, знать, в принципе, развиваться как человек. Это очень важно и нужно. Поэтому, если вы ходите в библиотеку, вы классный. Такие яркие мероприятия около городской библиотеки проходят каждую пятницу с 10 до 12 часов. А для юных славянцев встречи организованы по субботам. Приходите сами, приводите своих детей. Здесь интересно. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин. Программа «События». Дмитрий Волошин. Продолжение следует.